Истинное смирение Истинное смирение Против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы и века сего, против духов, злобы поднебесной. Каждое дитя Божье участвует в войне. Если мы не ведем войну, то мы принадлежим этому миру и обманываемся, считая, что принадлежим Богу. Можете ли вы представить себе, как жилось людям в фашистской Германии во времена Гитлера? Если вы были арийского происхождения, то могли жить спокойно, не волнуйся ни о чем. Каждый день вашей жизни был бы самым обычным днем вне опасности. Но если вы были еврейского происхождения, то вам нужно было постоянно быть на стороже. Ваша жизнь совершенно отличалась от жизни обычного гражданина нацистской Германии. Вы следите за ходом моей мысли? Мудрые евреи в то время вооружались, если, конечно, они не были арестованы, заключены в концлагеря и не погибли. Позвольте мне сказать следующее. Сатана и его приспешники намного хуже Гитлера. Если вы принадлежите к народу сатаны, вы для него не мишень. Вам не нужно быть в состоянии войны. Иисус сказал религиозным духовным лидерам своего времени, «Вы от этого мира». Затем он сказал им еще более конкретные слова. «Ваш отец — дьявол». Хотя они верили, что служат Богу, на самом деле они служили сатане, о чем очень ясно сказал Иисус. Я неоднократно говорил это и скажу еще раз. Мир, в котором мы живем, враждебно относится ко всему, что происходит от Бога. Иисус совершенно ясно сказал это в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Он сказал следующее. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. В этих словах нет никакой двусмысленности. Иисус сказал, «Мир будет вас ненавидеть, если вы будете принадлежать Мне». Еще одним аспектом надлежащего вооружения является обладание действенными знаниями о принадлежащем нам оружии. Оружие воинствования нашего, согласно словам апостола Павла из 2-го послания к Коринфянам, не плотские. Они сильные Богом для разрушения твердынь. Сильные Богом. О какой божественной силе он ведет речь, когда говорит, что они сильные Богом? Это благодать Божья. Если мы более подробно рассмотрим учения Петра, то обнаружим, что даруемая нам сила в нашей жизни на самом деле является аспектом Его благодати. Апостол Павел пишет аналогичные слова Тимофею и говорит, «Итак, укрепляйтесь, сыны мои, в благодати Христом Иисусом. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Итак, Павел сказал, «Послушай, Тимофей, будь сильным в благодати Божьей». Если бы мы жили в соответствии с нашими ограниченными знаниями о благодати, которые преподают в Америке и которые заключаются в прощении грехов и билете на небеса, то Его слова ничего бы не значили для нас. Но когда мы понимаем, что благодать Божья — это наделение нас силой, то мы понимаем смысл слов Павла так — «Укрепляйтесь в Его силе». Вот что он говорит здесь на самом деле. Аминь. Сейчас мы рассмотрим более подробно послание Петра и остановимся на совершенно потрясающих словах Петра. Сейчас я буду зачитывать много мест Писания, и я делаю это потому, что на этих местах мы остановимся очень подробно на всех последующих уроках, вплоть до девятого урока. Итак, в первом послании Петра, к главе пятой, стихах с пятого по двенадцатый, Петр говорит, «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, силу». Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, силы, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременным страданиям вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Сие кратко написал я вам, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. Разве это не потрясающе? Петр сказал, это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. Я уверен, что Святой Дух знал, что спустя две тысячи лет Церковь сведет благодать исключительно к прощению грехов и билету на небеса. Я не преуменьшаю данный аспект благодати. Слава Богу за это. Он дарует нам вход на небеса навсегда благодаря благодати Иисуса Христа. Но не примечательно ли то, что Петр говорит, это истинная благодать, в которой вы стоите? Иными словами, это снаряжение Божьей силы для сражения. Аминь. А теперь мы начнем рассматривать эти слова Петра по частям, одно предложение за другим, и это совершенно воодушевит нас. До сего времени нам нравилось это учение, но подождите, пока мы не начнем рассматривать все подробно. Позвольте мне прочитать стихи пятый и шестой еще раз. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, силу. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Обратите внимание, что он говорит, подчинитесь друг другу. Это также можно перефразировать так. Давайте объединимся вокруг одной миссии. Подчиняться значит иметь одну миссию. Моя жена милостливо поделилась этой мыслью со мной, и это стало для меня огромным откровением. Она услышала это от одной замечательной женщины Божьей. Как же это возможно при таком разнообразии характера в даровании и желании? Ответ такой, только когда мы облекаемся смиренномудрием, потому что Бог противится гордым. Мы ведь не хотим, чтобы Бог противился нам. Бог дает благодать смиренным. Это ведь так? Теперь мы должны спросить, кто такие гордые и кто смиренные. Ведь так? Поистине смиренные люди — это те, кто верят, доверяют Божьему Слову и слушается Его Слово, независимо от собственного мнения, чувств или желаний. Смиренные люди полностью полагаются на Его способность, а не на свою собственную. Я хотел бы зачитать цитату из книги Аввакум, глава 2, 4 стих. Бог говорит, «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Итак, мы видим, что в Писании гордость и вера характеризуются как две противоположности. Писание учит, что смирение и вера идут рука об руку, а также гордость и неверие. Позвольте мне пояснить это примером. Если вы помните, когда Израиль вышел из Египта, Бог обратился к Моисею со словами, «Я хочу выбрать лидеров из каждого колена и послать их в землю обетованную, которую я даю вам, чтобы они осмотрели ее». Итак, 12 цеглядатаев были назначены Моисеем, и они отправились в землю ханаанскую на 40 дней. Они вернулись, и 10 из 12 лидеров, самые смиренные лидеры, я говорю это с иронией, вернулись и сказали, «Земля действительно хороша, и в ней течет молоко и мед. И вот плоды из той земли, но в ней живут великаны». В этой земле укреплены города, в ней очень сильная армия, у них есть оружие массового поражения, у них танки М1. «Мы всего лишь рабы, которые недавно получили свободу. Мы им не ровня. Мы должны заботиться о детях. Мы не можем просто войти в эту землю и захватить ее». Но два гордых цеглядатая сразу же высказали свое мнение. Одним из них был Халев. Он сказал так, «Да о чем вы говорите? Да они ничто по сравнению с нами. Нам надо пойти и взять эту землю. Бог отдал нам ее». Эти двое привели народ в замешательство. Они испытали облегчение от того, что основное число лидеров оказались мудрыми и поистине смиренными без мании величия. Они так были рады тому, что всего двое из цеглядатаев оказались гордецами и не посчитались женами и детьми. Итак, еврейский народ численностью в 3 миллиона был несказанно рад, что старшие лидеры оказались лучше и мудрее. Но знаете, что самое удивительное во всем этом? Бог вмешивается в ситуацию и говорит, «Как долго еще этот народ будет пренебрегать мной? Как долго они будут отказываться верить мне?» Оказалось, что смирение — это вовсе не смирение. На самом деле их неверие было самой настоящей гордостью. Но почему? Да потому, что они строили свои расчеты на собственной силе. Но Халев и Иисус Навин видели величие Бога перед лицом врага и полагались только на Божью благодать. Эти двое в итоге получили благословение, а остальные цеглядатаи были прокляты. Кто же из лидеров был по-настоящему смиренным, и кто из них был по-настоящему гордым? Вера требует подлинного смирения, потому что вы полагаетесь на то, что Божья благодать, а не ваша сила, проведет вас через все. Вы полагаетесь на Божью способность, а не на свою. Что касается цеглядатаев, если бы они имели веру, то они двинулись бы в путь и завоевали бы землю. Все они подчинились бы Слову Господа, а не голосу рассудка. Они бы подчинились друг другу и общей миссии. Вот что имеет в виду Петр, когда он говорит «подчинитесь друг другу». Он не говорит о странностях и подавлении, традиции или рабстве. Он говорит «подчинитесь Слову Господа и верьте Слову Господа вместе». Вы можете сказать «Аминь»? Стороннему наблюдателю могло показаться, что, вступив в бой, Израиль полагается на свои силы. Позвольте мне заметить кое-что. Бывают времена, когда вы действуете по благодати Божьей, но со стороны кажется, что вы действуете своей силой. Я уверен, что так думают некоторые люди, когда они видят, как бежит Тайлер Таунсенд. Команде противника пришлось специально строить защиту против него. Знаете ли вы, что остальные команды в Лиге Американского футбола специально строили защиту с целью остановить Тайлера Таунсенда? Я уверен, они думают «ну и одаренный же это парень». На самом же деле, благодать Божья помогла Тайлеру Таунсенду преодолеть защиту противника и заработать 17 тачдаунов в прошлом сезоне. Вы внимательно слушаете? Бывают случаи, когда благодать Божья очевидна, как, например, в жизни Самсона. Вы слушаете? Аминь. Облечься смиреномудрием значит носить его оружие, а не свое собственное. Петр говорит, я повторю его слова. Петр говорит, облекитесь смиреномудрием, и так смиритесь под крепкую руку Божью. Божья рука говорит о его способности, мощи, его силе. Это его всеоружие. Как следует понимать это применительно к нашей жизни? Мы отказываемся позволить опыту, будь то наш личный или чей-то еще, толковать Слово Божье. Но вместо этого мы верим, независимо от здравого смысла или логики. Аминь? И таким образом мы позволяем его Слову руководить нашим опытом. На протяжении сотен лет опыт диктовал народу Израиля, вы не можете защищаться от армии, которая превосходит вас числом силы и оружием. Вот что диктовал им опыт на протяжении четырехсот лет. Египет управлял ими. Они ничего не могли сделать, чтобы освободиться от рабства. Для этого потребовалось вмешательство Бога. Он славным образом освободил их своей мощной рукой, как говорит Библия. В Исходе, 13 глава, стих 9, Моисей говорит следующее. «Рукою крепкую вывел тебя Господь из Египта». Но в Писании говорится, «Но скоро забыли дела Его». Действительно, скоро, через два месяца. Они держались за свой многовековой опыт рабства, а не за руку Бога, избавившего их. Сильная рука, победившая Египет, также победила бы для них ханаанские войска. Примечательно, что эти войска были слабее египетских. Как часто мы совершаем одни и те же ошибки? Мы были под властью силы тьмы. Мы были в плену греха и рабства, приготовлены к смерти, аду и погибели. Но Бог пришел на помощь и освободил нас. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Бог избавил нас от власти тьмы. Он перевел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Это величайшее чудо на свете. Если Он совершил это для нас, то неужели мы не можем верить Ему о том, что Он избавит нас от болезни, которая пытается атаковать наше тело, или недостатка финансов, или мудрости? Поверьте мне, все это — более слабые армии по сравнению с мощной армией, которую Он поразил, освобождая нас из Египта, лагеря сатаны. Аминь? Печально, что смирение часто ошибочно воспринимается как слабость, малодушие и бесхарактерность. Но не в этом суть смирения. Аминь? Библия очень часто рассказывает о людях, которые являются по-настоящему смиренными, и которых ошибочно воспринимают как высокомерных. Посмотрим, например, Давида. Ему всего 16 лет. Его трое старших братьев ушли на войну. Отец Давида говорит, «Я хочу, чтобы ты навестил братьев и отнес им продукты». Давид приходит к братьям и оставляет продукты под присмотром обозного сторожа, и идет навестить братьев, своих троих старших братьев. Он находит их в очень странной боевой позиции. Они прячутся за камнями и трясутся от страха. Давид смотрит на старшего брата, потом на других братьев, а потом на филистимлянина-великана. И он говорит так, «Кто этот необрезанный филистимлянин?» Когда он произносит эти слова, его старший брат приходит в сильное раздражение и говорит, «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Это первая книга Царс, 17-28. Современный английский перевод Библии говорит, «Самоуверенный всезнайка». Новый международный перевод говорит, «Я знаю, какой ты самоуверенный». Очевидно, что Илиаф считает Давида высокомерным и гордым. Но давайте посмотрим, кто же из них гордый. В предыдущей главе пророк Божий приходит к Иисею и говорит, «Среди твоих сынов царь». Естественно, Иисей приводит Ильява. Он под два метра ростом, весит больше ста килограммов, у него нет нижеринки на теле, он нападающий футбольной команды, капитан команды КВН. Наверняка он и есть царь. Но Бог говорит Самуилу, «Я отринул его». Бог может отвергнуть только по одной причине. Это причина — гордость. Ильяв обвиняет Давида в том, в чем виновен сам. Вот в чем состоит суть проблемы Ильява. Он строил свои расчеты в борьбе с великаном, учитывая исключительно свои способности. Давид рассчитывал только на благодать Божью. Давид посмотрел на великана глазами Бога и сказал, «Ты мне не страшен. Я выступаю против тебя, полагаясь на благодать Божью, его способность, а не мои силы». Давида сочли гордым, но Бог сказал о нем. «Это муж по сердцу моему». Ильяв был отвергнут Богом, потому что сам обладал тем, в чем обвинял Давида. Он был гордым. Вы могли бы громче сказать «Аминь» на это? Позвольте мне еще на одном примере показать вам, что мы плохо понимаем, что такое смирение. Давайте откроем книгу чисел, глава 12, стих 3. Позвольте мне прочитать его вам. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Какое утверждение! Разве вам не хотелось бы, чтобы о вас написали то же самое? Кратчайший человек из всех людей на земле. Кратчайшая женщина из всех людей на земле. Вам бы наверняка хотелось, чтобы о вас говорили так. Но сами вы ни за что не сказали бы такое о себе. Позвольте задать вам вопрос. Кто написал книгу чисел? Моисей. Нужно быть по-настоящему смиренным, чтобы написать о себе, что вы кратчайший человек из всех людей на земле. Аминь. Вы можете себе представить, как проповедник стоит за кафедрой на конференции и говорит, «Друзья, я очень смиренный человек. Я хочу учить об этом сегодня». Мы бы засмеяли его и заставили уйти. Но вы знаете, Иисус именно это и говорит. Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, но учитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Знаете, что Иисус сказал? «Я смиренный, позвольте мне научить вас этому». Мы не знаем, что такое смирение на самом деле. Разве не печально, что враг сделал эту тему такой религиозной? Библия говорит нам, «Облечься смиреномудрием». Как же можно облечься во что-то, о чьем существовании вы даже понятия не имеете? Вы слышите меня? Сегодня я специально оделся так. Я надел то, что на мне сегодня. Вам нужно знать, что такое смирение, если вы собираетесь облечься в него. Аминь. Смирение делает нас неотступными. Скажите, неотступными. В послании к Колоссянам 2.18 говорится, «Никто да не обольщает вас самовольным смиреномудрием». Выше приведенные примеры иллюстрируют, как ложное смирение, способное иметь вид мудрости, может обольстить вас и лишить награды во Христе. Многие люди упускают это в своей судьбе. Знаете ли вы об этом? Вы слышите меня? Три миллиона человек упустили свою судьбу. Однажды один лидер сказал мне, «Джон, чего бы ты больше хотел, проповедовать трём миллионам или двенадцати лидерам?» Я сказал, «Я бы с удовольствием проповедовал трём миллионам». Он сказал, «Ты дал немудрый ответ, потому что двенадцать лидеров, десять лидеров помешали трём миллионам унаследовать свою судьбу». Он сказал, «Лучше проповедовать двенадцати лидерам, чем трём миллионам человек». Очень мудрые слова. Мы призваны быть лидерами, мы призваны оказывать влияние. Так как же вы ведёте людей? Вооружены ли вы смирением и подчиняетесь ли мощной руке Божьей? Или у вас смиренный вид, но на самом деле вы действуете в своей силе? Павел пишет, что идеи, планы и наставления вне Слова Божьего могут иметь вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрее и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщенности плоти. Это послание к Колоссянам 2.23. Все мы предназначены для победы. Писание говорит, что мы преодолеваем всё. Поколение Халива и Иисуса Навина было предназначено для победы. Илиав мог бы победить великана задолго до появления Давида, но лжесмирение лишило его силы, обетования, плода, способности управлять в жизни и в конечном итоге награды. Также и вечной награды. По этой причине Павел настоятельно увещевает нас, и это изумительно. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Смиренный разум не думает о себе слишком высоко. Я никогда не забуду того случая, когда очень известный международный журнал обратился в наш офис. Нам сказали так. «Мы работаем над большой статьей на определенную тему, и мы хотели бы знать точку зрения Джона по этому вопросу. Мы обратились к нескольким лидерам в теле Христа и хотим знать их позицию по этой теме». Я сказал своему ассистенту, «Знаешь, пожалуй, я подожду до утра с ответом. Может, не отвечать им пока?» Знаете, у меня это вызвало какое-то беспокойство. Непонятное ощущение, как скрежет металло по стеклу. Знакомо вам такое чувство? То же самое происходило в моем духе. Я пришел домой в тот вечер и поговорил немного на эту тему с Лизой, пока она снимала макияж, и мы готовились ко сну. Я сказал, «Мне это не дает покоя». На следующее утро меня словно озарило. Слава Богу! Я так благодарен за Святого Духа! Если бы не он, что бы со мной было? Если бы не он и не моя жена? Я пришел к Лизе и сказал, «Лиза, Лиза, я думаю, я знаю ответ!» Я сказал, «Кто я, чтобы выражать свое мнение?» Я сказал, «Я посланник». Библия говорит, что мы посланники. Когда в страну присылают посла, он приезжает туда не для того, чтобы делиться своими мыслями и идеями. Он не должен говорить от себя лично. Он приезжает с целью донести до этого народа слово царя. Я сказал, «Будет гордость и самонадеянность с моей стороны выражать свое мнение». Этот журнал обращается ко мне как к представителю Христа. Я посол Христа. Кто я такой, чтобы выражать свое мнение? Поэтому я сказал своему ассистенту, «Откажи им! Я не буду ничего говорить». Знаете, этот случай напомнил мне о том времени, когда мы только начинали служение. Я думаю, мы тогда уже ездили за служением года четыре. Мы много ездили по восточному побережью. У нас был наш маленький автомобиль Хонда. Эдисон был на одном сидении, Остин на другом. Наши вещи были в машине повсюду. Вся наша аудио и книжная библиотека размещалась в двух коробках между сидениями. Видя нас, вы бы просто расхохотались. И мы ездили и проповедовали в церквях. Мы посещали маленькие церкви, и мы с Лизой выступали там с полной отдачей. И мы трудились и трудились. Пастор Кен и я лишь говорили себе, «Боже мой!» Но я оставался верным. Я проповедовал так, словно передо мной было 10 тысяч человек. Я говорил себе, «Я призван проповедовать народом». Однажды, когда я был во Флориде, в отдаленном местечке, во время молитвы, Господь проговорил ко мне. «Вот это да!» Он сказал, «Сын, ты был очень верен мне. Я посылал тебя в очень маленькие церкви», — сказал он, «но ты был очень верным». Позвольте заметить, эти церкви не были очень влиятельными. Можно мне так сказать? Существуют маленькие церкви, которые влияют на свои города. Но есть и большие церкви, которые не оказывают никакого влияния на свои города. Они лишь служат местом встречи. Это понятно? Итак, я ездил по церквям. Многие из этих церквей больше не существуют. Но я все равно ездил в эти церкви, которые не оказывали никакого влияния на свои города. Но Господь сказал мне, «Я испытывал тебя». И Он также сказал, «Ты был верен мне в пустыне, но теперь я начну благословлять тебя выше твоего самого бурного воображения». Он сказал, «Теперь я начну посылать тебя во влиятельные церкви. Ты начнешь говорить в местах, которые имеют огромное, огромное влияние на свои города и регионы». И Он также сказал, «Я благословлю тебя так, что ты не можешь себе даже вообразить». И Он продолжил говорить со мной и сказал, «Как Он благословит нас». Я сидел и только удивлялся. Я лишь говорил, «Вот это да!» Ведь это Бог говорил со мной. И после слов о благословении Он говорил мне, но это будет испытанием. И я воскликнул, «Ой-ой-ой!» Он сказал, «Будешь ли ты по-прежнему доверять мне относительно каждого слова, которое будешь произносить за кафедрой, или ты будешь выражать свое мнение?» Он сказал, «Будешь ли ты продолжать верить мне о финансах и слушать свое сердце, чтобы правильно тратить средства?» Будешь ли ты говорить, «О, у нас все есть, давайте тратить». Он сказал, «Начнешь ли ты принимать решения, руководствуясь своими желаниями, или ты продолжишь слушать меня?» Я вернулся домой и рассказал обо всем моей жене. Я рассказал ей все. И она посмотрела на меня строго. У моей жены есть потрясающее качество. Она боится Бога. Вот почему моя жена ездит по всему миру, и я даже не беспокоюсь об этом. Знаете почему? Мое сердце полностью доверяет ей. Почему? Потому что она боится Бога. Итак, я возвращаюсь домой и рассказываю Лизе обо всем. Мы сидим у нас на кухне, и я никогда этого не забуду. Лиза смотрит на меня и говорит, «Джон, когда ты мне рассказал первую половину из этого, почему мне захотелось скачать и танцевать по кухне? Но теперь, услышав вторую половину, почему мне хочется упасть ниц?» Я сказал, «Потому что, Лиза, это правильная реакция. Ты боишься Бога». Поймите, Бог будет благословять нас, но вот что Господь сказал мне. Он сказал, «Сын, все мои дети проходят испытания на двух уровнях — в пустыне и в изобилии». Он сказал, «Большинство из них споткнутся не в пустыне». Пустыня — это то место, где вы должны доверять Ему во всем. Он сказал, «Большинство спотыкаются в изобилии». Гордость очень обольстительна. Это самое эффективное оружие тьмы, и оно мешает людям пройти путь до конца. Гордые ослепляются. Скажите все, ослепляются. Они не могут видеть удары дьявола. На них нападают сзади. Я не раз слышал от людей, которые потеряли все. Я и предвидеть не мог этого. И на это есть причина. Если вы посмотрите на все оружие Божие, то вы заметите, что оно направлено вперед. Посмотрите на броню праведности, на щит веры, и увидите, что оно направлено вперед. Что же тогда защищает нас сзади? Исайя 58 говорит, «Слава Господне будет сопровождать тебя». Но Бог говорит, «Я не разделяю свою славу ни с кем». Когда мы допускаем гордость, то мы теряем защиту сзади, и на нас легко напасть. Знаете, как легко напасть на врага сзади, когда он не видит этого? Вот что происходит и что делает враг, когда вы допускаете гордость. Вы все еще здесь? Я спрашиваю, здесь ли вы еще? Когда мы ставим свое мнение выше его мнения, мы допускаем гордость, теряем нашу защиту сзади и становимся уязвимыми. Я содрогаюсь при мысли о том, насколько неправильно мы понимаем истинное смирение и гордость. В книге Осии, главе 4, стихе 6, Бог говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Сколько были истреблены из-за невежества? Если Ильяф принял смирение Давида за гордость, и десять заглядатаев, и весь Израиль приняли смирение Халева и Иисуса Навина за гордость, то что можно сказать о нас с вами сегодня? Это можно сравнить с далеким путешествием. Вы едете по дороге, и вы заезжаете в область в пустыне, где водятся ядовитые змеи. Очень агрессивные ядовитые змеи. И дикие звери, готовые напасть и разорвать людей. И вдруг вы решаете выйти из машины и устроить пикник. Вместо того, чтобы пообедать, вы окажетесь обедом для этих зверей. Вы не знали о том, чем опасна была та часть пустыни. Я никогда не забуду то время, когда мы с Лизой побывали в сафари в Африке. Это было самое удивительное время в моей жизни, проведенное вместе с женой. Отправиться туда, побывать на сафари и увидеть леопардов и львов было просто невероятно. Лиза даже хотела погладить льва. Она протянула руку к нему, когда он проходил мимо нашего лендровера. Я сказал ей, даже не пытайся. Она хотела погладить львицу и сказать, «Привет, львица, я твоя сестра». Я сказал, «Не делай этого, дорогая». Лиза обожает львиц. Она написала потрясающую книгу «Пробуждение львиц». Обязательно прочитайте ее, в ней замечательное послание. Я помню наше время там с Лизой. Мы проживали в пятизвездочном отеле по приглашению африканских пасторов. Это было, наверное, самое удивительное приключение в пустыне. У нас было там отдельное бунгало. У всех было отдельное бунгало. Наша бунгало была, наверное, площадью 150 квадратных метров. Я помню столовую зону, в ней был открытый огонь в африканском стиле, и нам подавали просто невероятную еду. Я помню, как в первый вечер, отведав свежеприготовленного мяса, только что убитой антилопы, мы возвращались в свое бунгало. Наше бунгало было довольно далеко от столовой зоны. Нас провожал местный сотрудник. У него был фонарик в руках. Он сказал нам, «Не выходите из своего бунгало ночью. Не выходите из бунгало без сопровождения». Он сказал, «Вокруг нет ограждения, и эти опасные звери охотятся по ночам». Если попытаетесь прийти на кухню перекусить, то сами окажетесь ночной едой. Я помню, что я подумал, «Нет уж, я отсюда не уйду, пока не взойдет солнце, и в нашу дверь не постучат». Понимаете? Понимаете, я имел знания о происходящем там. Понимаете мою мысль? Людей, которые не понимают, что такое гордость, или людей, которым недостают знаний, можно сравнить с людьми, которые оказываются на дикой природе и наивно выходят ночью перекусить, и сами оказываются едой для диких зверей. Очень важно облечься смиреномудрием, и единственный способ сделать это — это понять, что такое смирение. Надеюсь, что сегодня, во время этого урока, я помог вам вооружиться истинным смирением. Увидимся на следующем уроке. Святой Дух знает, сколько знаний вы способны вместить. Следующий урок называется «Сбросьте вес». Мы рассмотрим, как нужно реагировать на давление и трудности в жизни, и почему необходимо пройти подготовку, которую предлагает Бог для созидания нашей веры. Субтитры создавал DimaTorzok